всем привет давно мы с вами не виделись и надеюсь что в этот раз и этот влог я наконец-то выпущу свет вернее на youtube хочу начать с вот такой новогодней обстановки все мы сейчас готовимся я сегодня пришла на мастер-класс показываю какой я уже во второй раз прошлый раз мы делали прям елочку а сегодня композицию на стол то есть у нас здесь вот такие разные материалы на мастер-классе и мы с вами создаю композиции это елочка называется но перес как-то так и вот моя готова уже это и дело для комнаты девочек вот показывая вам и поближе то есть мы могли делать какого угодно цвета шарики такие цветочки рождественские в комнату девочек я решила сделать вот такое что-то очень очень нежно сейчас вам покажу какие то я взяла игрушку она не с мастер-классом сейчас покажу такая девочковая воздушная мне очень нравится две свечки поставила туда будет на комоде давайте во влаге немножечко вам настроение новогоднего сделаю здесь в этом магазине называется фигги здесь очень красивое все и по ценам достаточно доступно да то есть разные статуэтки вот я покажу буду дома уже покажу вам свой декор на новогодние рождественские праздники меня вот например есть вот такой олененок вот 315 лет это сколько 15 евро наверно вот плюс-минус так разные елочки даже вот у меня сейчас все в таком стиле есть даже салфетки понимаете такие разные кружечки красивые атмосферные очень вот статуэтки посуда еще в этом магазине нашла вот такой очень новогодний аромат мандаринок то есть прям вот мандарин потрясающий здесь коллекция большая красиво упакована тоже как идея подарка может быть и опять же различные тарелочки вот эта форма очень красивая на мой взгляд елочки очень стильного 215 это 11 евро вот такие щелкунчики для печенье кружка мне понравилось вот это большущие и все здесь рассредоточена по цветам то есть здесь вот например беленький такой вот декор подсвечники просто магазин настроения для меня и это стеклянные игрушки и деревянные вот я такого использовала 110 кстати всего лишь стоит такие шишки шикарные на большие елки в общем магазин хилги любой так сегодня я вам хочу показать все немножечко нашей атмосферы домашней вот буквально недавно заказала из магазина хилги он у нас называется такой декор новогодний я хотела что-то минималистичное чтобы на столе не мешало в общем да что мы видели друг друга вернее как мне этим некогда заниматься поэтому я эту часть доверяют декоратору я и говорю в этом магазине это услуга бесплатная то есть можешь прислать фотографии но декоратор уже знает как будто потому что не первый раз оставляет нам и не дизайнер не путать именно декора вот что касается декора дома квартиры дам и здесь такой олененок свечи тоже дав цвет вот это это все тоже новенькая сейчас взяли и опять же круто что после нового года можно будет убрать свечи поставить другого цвета изменить здесь декор а это все остается потому что видите она вот очень хорошо у нас сочетается так дальше там точно из этой же коллекции подсвечников кстати они не дешевые я помню вам показывала такая же фруктовница интересная понравилось здесь это уже подарки к новому году с кем встречаюсь вот при создании вашего уникального года помните что мы всегда рядом вот здесь обалденно вкусный из андоры мед они потрясающие у нас молдавии не продаются они вот но за границей знаю что есть попробуйте если увидите это супер вкусно честно дальше здесь орешки я честно говоря сама первый раз смотрю и это для вина да я так понимаю подставочка наверно ну короче тоже что-то красивенькое и все в таком натуральном стиле красота дальше здесь у нас гирлянды здесь у нас вот такая это изъюзка мы покупали много лет назад скажем так вот так вот мы вечерами зажигаем и это я была на мастер-классе вот в этот раз мы делали композицию на стол а в прошлый раз мы делали елочку меня такая елочка получилось и она вот здесь сейчас у нас обитает но ее надо поливать я только узнал поэтому надо будет ее полить если не будем поливать в жире она становится серенькой они зеленые но абсолютно не осыпается да то есть ни одной иголочки с нее не и хочу вам показать свой туалетный столик на днях здесь должны установить зеркало как только установят покажу вам потому что она будет от потолка и до самого низу значит начну с вот этого что мне и не оставила на столике здесь чтобы я точно увидела вот значит дальше что у меня здесь из декора вот такая ваза это веточки веточки как она называется это ель не забыла подпишу если что у нее очень красивый аромат точно из такого же как я и на мастер-классе делала дам из ели далее вот такая рука это тоже магазин хилге здесь я держу колечки своим здесь мои обожаемые свечки тональный крем потому что не могу положить его там чуть-чуть осталось он потом не вытекает здесь спонжей сегодня красилась это такой вот чехол для спонжа держатель очень удобно его прям на столе держим дальше у меня здесь зеркало это тоже из магазина хилге обалденное зеркало вот такой бренд она просто потрясающе вот так у меня хранятся кисти здесь у меня кое-что из бижутерии здесь мой журнал ну вернее обложка моя не мой журнал далее показываю вам мой туалетно-рабочий столик сейчас расскажу об этом подробнее и вот здесь кресло стул мой тоже очень мне нравится мне супер удобно и у меня стол получается выше стандартного меня сразу предупреждали поэтому мне надо было какой-то специальный стул и вот я тоже его в юге нашла и по цвету он пудровый такой бежевый красивый цвет и вот он поднимается поэтому он идеально вы подходит мне по высоте дальше давайте посмотрим что у меня в туалетном столике мою организацию косметики которой я пользуюсь чаще всего я конечно балдею со своей организации косметики потому что у меня здесь все идеально на мой взгляд знаете вот когда лет 10 11 лет смотрела на американском ю тубе как девочки складывали у нас и в помине не было вот таких вот органайзеров сейчас они продаются я оставлю ссылку на инстаграм или на сайт оставлю в описании к видео но получилось просто идеально доками то есть здесь у меня помады если вы хотите чтобы я подробнее показала напишите мне пожалуйста может следующем видео сделаю на вот таком открытие закрытие у меня было на другом туалетном столике push up это очень неудобно я прям не рекомендую именно вот на таких стойках потому что постоянно это все дергаешь поэтому вот у меня снизу открывается и здесь уже ручки здесь меня вот такая то есть я распределяла себе знаете как по категориям в плане того что я сначала на нашу тональный крем консилер брови делаю потом скульптор румяна и так далее кремовая коррекция то есть у меня здесь прям все так как вот я делаю так мне удобно здесь мои туши здесь палетки самые любимые и и бронзер от шарлотта тилбори в общем если вам интересно напишите дайте знаете я покажу подробнее здесь уже больше то ли запасы то ли вот эти мои палеточки которые я никому думаю никогда не отдам потому что для меня это прям большая память я зачистила очень сильно зачистила всю свою коллекцию косметики сейчас я немножечко по-другому начал относиться то есть если вот мне надо что-то да конкретно там я использую у меня есть один например один бронзер скульптор и там еще где-то один есть от мак вот но этот я просто чаще использую от мак по моему мне где-то вот он здесь и вот такой у меня есть меня их три не 53 а 3 на данный либо вот румяна эти кстати надо достать от пупы они очень зимние в прошлом году их покупала то есть у меня сейчас прям нет слишком много косметики мне жалко я часто раздаю если беру много вот эти классные от пупа здесь свет сейчас не очень поэтому не передает оттенка но вот очень крутые здесь запас от аналог и вот это подходит концу мне очень нравится от бабар в общем вот так вот здесь у меня коллекция бижутерии мне очень удобно так ее хранить прям у меня в гардеробной нет места специального да где все разложить это в моих мечтах пока что а вот сейчас прям супер удобно тем более у меня когда будет здесь зеркало мне будет удобно пришел вязал примерил там посмотрел зеркало в общем класс дальше здесь у меня вот такие всякие шнурочки видите тоже шнурочек как они проводочки здесь у меня тоже такая организация здесь салфетки у меня такие есть которыми я протираю сразу как только делаю макияж стол белый естественно тоналка там пудра все видно поэтому я сразу протерла всего есть свое место и последний мой этаж здесь всякие блокнотики мои вот такие книжечки разные которые я читаю вот мои журнальчики в которых я во всех там есть вот такой мой туалетный столик далее мы отправились за подарками я решила в этом году не как в прошлые годы в последний день бегать и выбирать подарки поэтому сейчас заранее едем в магазин далее я приехала на магазин Веринка это наш молдавский бренд я являюсь амбассадором уже почти два года этого бренда вот приехала здесь посмотреть какие акции вообще очень хорошие продукты есть сейчас я покажу мои самые любимые например вот маска бальзам что вы думаете вышла я из магазина а на улице уже ночь мне надо еще заехать в один магазин с одеждой потом мне надо домой надо переодеться и ехать на два мероприятия дни перед новым годом конечно супер сумасшедшие вот так вот знаете я просыпаюсь утром потом когда смотрю выхожу откуда-то уже все ночь когда прошел день и сейчас очень много мероприятий то есть в прошлую субботу например меня пригласили было 7 мероприятий естественно я посетила только два из них потому что я не знаю только клонировать наверное себя надо чтобы везде успевать в общем сегодня у нас тоже я приглашена по моему на четыре или на пять мероприятий из которых я уже одно посетила это мастер-класс и вечером плюс-минус тоже время будет еще два так что я вот продумываю план действий куда в первую очередь пойти на в первую очередь мне еще надо заехать за одеждой я приехала уже в следующий мол здесь сбоку есть магазин амбассатором которого тоже я являюсь уже очень много лет мне кажется появление вообще здесь появилась подиумная коллекция у них они просто шикарная так называется шатропа что смотри это я сегодня купила и не одевала ничего кроме вот этих это как вообще я здесь выбрала себе несколько нарядов ну как несколько много всего примерить но подошел мне один костюм здесь я примеряла именно подиумную коллекцию то есть она выпускается в лимитированном таком количестве 1 2 3 штучки максимум здесь много я как называю 50 оттенков серого у меня из этого магазина никогда не любила вообще серый но здесь я столько костюмов серых покупаю они всегда очень красивые и необычные также появилась здесь обувь так я все время стараюсь быстро после того как появилась подиумная коллекция потому что она отличается от стандартной заходить потому что ее быстро раскупают а это такие единичные я приехала домой переоделась и мчу на следующие два мероприятия надеюсь на оба попасть но не знаю точно на мне сегодня вот такой вот костюм который я взяла в шатропе вот боди теперь отправляемся на первое мероприятие очень красивая в студии фотостудии на здесь организовывают и корпоративы и показы мод так вот сюда я приехала на такое советское мероприятие это показы вечерних платьев от бренда нашего молдавского привата очень красивые платья вообще понравилась организация и так как я не попала на открытие данной фотостудии да я как раз была в дубае в тот момент и сейчас пришла посмотрела понравилось интересно здесь есть разные фото зоны да здесь можно устраивать корпоративы здесь можно какие-то мероприятия устраивать очень понравился свет очень понравилось то что по цветам различные да есть студии такие мини-студии скажем так и на сам показ к сожалению я не совсем успела потому что мне надо было бежать на следующее мероприятие кстати это тот самый костюм который я взяла в шатропа в тот день и он из эко кожи мне очень понравился что он супер удобный у него необычный цвет то есть такой цвет молочного шоколада что они в общем очень приятные и брюки кстати длинные так как я люблю носить и на каблуках но мне не нравится когда вот такие расклешенные либо палаццо брюки они смотрятся как будто знаете не хватает длины ну что уже пол девятка я приехала на следующее мероприятие здесь открылся магазин нишевой парфюмерии у нас такого магазина действительно не хватало потому что были какие-то нишевые парфюмы но все они были рассредоточены по разным магазинам особенно если надо было вот кирки либо манталь такого вообще в магазинах не было поэтому такой прогресс для молдовы если честно было по очень хорошим ценам мантали на скидке по-моему даже дешевле чем дети брифа получалось дели ну я наконец-то попробовала интересный аромат такой роза ванили просто не было очень давно уже наслышана но и также рада была видеть те парфюмы которые в принципе мне уже нравится но во втором помещении было организовано мероприятие с различными представлениями на которые я не успела из-за первого приятия и пришла уже под конец когда все заканчивалось но в любом случае было красиво все сделано хороший на торки если вы думаете что на сегодня все нет и я заехала домой чтобы оставить машину и сейчас за мной заедет подруга и мы поедем еще куда-то я еще не знаю что вам хотела показать пока у меня есть время значит я каждый день открываю вот такой адвент календарь от и в раше очень классный вот например я за четыре дня не открывала там был бальзам для губы такой шампунь это гель для душа да вообще календарь классный здесь были очень хорошие продукты здесь полноценные помады что-то здесь у меня еще это гель для умывания но здесь больше такие продукты либо попробовать либо в поездку то есть я думаю мне будет очень удобно брать ведь у каждого не просто окошко своя коробочка вот такая вот завтра будем открывать здесь есть подсказки вот что здесь будет но я стараюсь так ну как не каждый прям день но вот эти за четыре дня я например на просто никогда было с таким ритмом не пугайтесь у меня здесь запасы косметики я просто хотел вам все-таки показать что было вот маски гели для душа это новая их коллекция вообще для меня и в раше очень ассоциируется с вот этими новогодними коллекциями которые помните мы еще в ютубе сколько лет назад какой бум был на них вот эти обожаю кремики для рук кстати было прям несколько по моему так нет это уже из другого бренда в общем были классные продукты вот что я хотела сказать бассейна для тела но для меня больше вот в поездку буду брать кстати классный гель крем но тоже решила уже попробую скоро уезжаем следующий подарочек под елкой сегодня мне привезли значит приглашение на открытие сезона варвара от по сити это у нас такой огромный бассейн вернее их много летом которые работают но вот что они придумали то что и зимой можно будет плавать но уже в другом немножечко месте там закрыто естественно там джакузи всякое такое и вот они привезли мне подарок значит на открытие здесь что это такое что это такое просек а вот я уже даже нишу дальше здесь какая-то перчаточка здесь что-то которое очень приятно пахнет и розовый халатик такие вот дела и едем дальше мне так нравится макияжик сегодня я стала делать стрелки знаете есть тренд когда делаешь прямо стрелки мне он очень-очень нравится я в шубке в том же костюме едем дальше но приехали мы в ресторан на поужинать где были и суши потому что мне хотелось чего-то легенького здесь суши большая порция наедаешься буквально с половиной по крайней мере и они сами по себе действительно вкусно а самый ресторан уютный комфортный именно люблю за его вот эту вечернюю атмосферу и снова всем привет сегодня уже второй день мы собираемся на рождество для деток он будет во дворце республики проходить в одном из самых больших у нас в молдове в кишиневе там стиль будет барби девчонки одеты в барби и я тоже все идем пойдем смотреть что здесь но был здесь собственно самый большой рождественский бал в этом году во дворце республики все было на высшем уровне организовано мне понравилось что людей было в меру да то есть и было очень много воздуха я не люблю когда большие скопления людей здесь было но естественно дворец республики он огромный и людей было в меру в общем все было супер был концерта вот здесь моей любимой группы из молдовы аккорды я обожаю песни просто знаю практически все песни наизусть конечно же не обошлось без танцев как в молдове и без танцев далее что здесь можно было еще найти были различные концерты были разные наши исполнители также были различные мастер-классы для деток то есть это и игрушки салон красоты и аквагрим и различные игры подарки кстати давали очень очень хорошие чуть дальше мы вам их покажем девочки тоже поучаствовали в некоторых мастер-классах например они сделали елочную игрушку в платьях они были мы брали в аренду эти платья потому что у меня уже дома столько этих платьев просто их некуда складывать в общем провели замечательно время честно ни капельку не пожалели вот бы почаще делали такие мероприятия у нас потому что действительно это интересно это классно и для родителей родителей родителям вернее давали шампанское тоже здесь можно сделать было фотографии вот такие вот крутые видео здесь я показываю наши наряды то что постаралась в тонны их собрать посетили мы различные мастер-классы например туда куда ходят имена ментальную арифметику здесь тоже они были дед морозы снегурочки подарки на каждом шагу были плюс девочки решили сделать такие шарики для елки это тоже был как мастер-класс очень интересный далее встречали они разных роботов посмотрите какие красивые интересные костюмы декорации были в стиле барби плюс мне понравилось то что было много разных фото зон и не было также скопления какого-то людей все успевали и фотографироваться и не надо было стоять в огромной очереди дальше мы пошли и сфотографировались обожаю вот эти вот штуки когда сразу выдают тебе фотографию я не знаю у меня их уже целая огромная коллекция это очень хорошо особенно в наш век телефонов когда все практически в цифровом формате а тут фотография а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Прогулялись мы еще по дворцу, на различные мастер-классы заглянули как роботика, сделали шар на елочку, очень красивый вместе с Андерсом, посмотрели еще и детский концерт, здесь детки выступали, был показан, мы в этот раз отдыхали, нам хотелось просто-просто отдохнуть. И счастливые с подарками девчоночки отправились домой, значит в качестве подарков давали таких динозавриков интересных, они были по-моему с одним килограммом шоколадных конфет. В общем девочкам там были зайчики, там были мишки по-моему и динозаврики, но только динозаврики в виде рюкзачка, который вы вот сейчас увидите и они сказали хотим рюкзачок и одна и другая выбрали этих динозавриков и отправились дальше навстречу приключениям, как это у нас бывает. И как говорится, покой нам только снится, мы приехали за подарком, едем на день рождения, надо было на два дня рождения, но одно отменилось, поэтому сегодня вот такая красивая атмосфера. Тут наши обожаемые всякие игры, вот этот вот Брэд, обратите на него внимание, он потрясающий, вот эта игра, она появилась сейчас в наличии, она волшебная, девочки просто в нее играют постоянно. Так, здесь смотрю что-то зимнее новенькое, а это пазл, который переворачивается, есть вот такие маленькие пазлы. Вот еще какие-то игры, не видела их, и еще все время красивые заколочки, вот такие вот новогодние сейчас. Кстати, вот эти вот этого бренда, вот самые лучшие, сколько у нас было, но они лучше всего держат волосы. Девочки, ну как вам, понравилось сегодня на мероприятии? Очень красиво, правда было? Да. А вы здесь уже посмотрели, что в рюкзачках? Да. Что? Конфетки. Конфетки. Да. И здесь все наши подарки, давайте, девочки, будем открывать, здесь динозаврика, ну покажи, какой красивенький, вот такой. Давайте смотреть, что в динозаврике, а здесь вот такие конфетки, причем, как я вижу, ого, сколько много их, и все шоколадные. Круто. Дальше давали вот такие ваучеры. Андерсон, значит, если перевести на евро, 35 евро стоит в день в Андерсене, поэтому вот ваучеры роботика. Конфеток. Много здесь вкусных шоколадных. Дальше были подарки еще и для родителей. Вот такой шампунь в маленьком и большом почему-то объеме. Саввекс. Так, ваучеры я показывала, по-моему. Вот здесь на мастер-классах то, что сделали девочки такие золотистые. Тут еще от Эдди, девочки тоже уже съели. Там были и соки, что-то еще, да, было где-нибудь. Вот, сок, пюре. Ну что, классно? Едем на день рождения? Да. Ну что, мы готовы к дню рождения. Уже переоделись, девчоночки. Из розового в белое, да? Да. И я, Дима, кому на день рождения? Николь. Николь. Так, не могут уже поделить, кто подарок будет отдавать. Коротко о погоде и о моем наряде. Но я как обычно. Как бы ничего нового. Еще и дождь пошел. Субтитры сделал DimaTorzok